Пятого апреля на вашей Xbox One и Windows 10 выходит долгожданная игра от студии Remedy, подарившей нам первого и второго Макса Пейна и Алана Вейка. За три года, которые прошли с анонса игры, я видел множество материалов о ней, но каждый раз вопросов было больше, чем ответов. Почувствуется ли разница между остановкой времени и замедлением? Как в игру впишется сериал? Зачем он вообще нужен? А что же там с графоном? Что происходит вообще? Что вообще происходит? Да я ж тебе об этом и говорю. Ну так говори яснее. На данный момент я наиграл несколько часов в Quantum Break, суммарно остановил время на пять минут, заморозил тысячу пуль и мне есть что вам рассказать. Идем, пошли. Нет! Если вы фанат научных сериалов вроде «За гранью», то вам определенно понравится сюжет игры. Да впрочем, вы и сами знаете, многочисленные трейлеры и репутация Remedy дают понять, что будет как минимум интересно. Я еще не дошел до кульминации сюжета, но завязка, и его развитие показывает хорошую научную фантастику. Пока что даже избегая парадоксов путешествия во времени, и попутно объясняя такие условности, как чекпоинты и живучесть главного героя. Самое интересное, что игра выходит в нужный момент времени. Тема злых глобальных корпораций поднимается в массовой культуре очень давно, но только сейчас мы подходим к моменту, когда некоторые компании имеют более обширные возможности и ресурсы, чем их правительство. Например, Apple, которая отказывается делать бэкдор по просьбе ФБР. Или Google, которая знает о жителях США больше, чем их правительство. Они могут диктовать свои условия, и сейчас компания Monarch, проводящая боевые операции в черте города, хватающая людей на улицах, наплевавшая на все вокруг, смотрится дико, но достоверно. И история, развивающаяся вокруг нее, немного, но стирает границу между игрой и реальным миром. Не помню, когда в последний раз я с таким упоением пытался найти весь текст в игре. Записи, дневники, рисунки, граффити. Эти материалы не просто дополняют вселенную, они рассказывают параллельную историю. И впервые в видеоигре частью этой параллельной истории является сериал. Честно признаться, я относился к этой идее со скепсисом, мол, зачем игре еще и сериал. И это при том, что я не отношусь к любителям проматывать заставки. Где мой геймплей? Опять кинцо! Впервые я сел за игру поздно вечером и прошел первую главу к моменту, когда меня уже начало клонить в сон. Наверняка каждый из вас знает эту дилемму. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. Ответом явился получасовой эпизод, который позволил принять горизонтальное положение и одновременно с этим как бы остаться в игре. При этом сериал вписывается в нее, как влитой. Это точно такой же коллекционный предмет, как ауте у дневника или письмо в ноутбуке. Он показывает бэкграунд игры. Историю, которую не показать геймплейно. Которая не обязательно для просмотра, но станет приятным дополнением и покажет происходящее с разных точек. Да и в конце концов снят он потрясающе, не хуже самых топовых современных сериалов. Перед каждой серией главный злодей встает перед сложным выбором, как поступить в той или иной ситуации. В большинстве игр с такой возможностью ты не всегда понимаешь последствия принимаемых решений. В Quantum Break ты можешь увидеть будущее. Пусть они много туманно. И в отличие от многих игр, ваш выбор действительно влияет на сюжет. Если вы захотите убить какого-то персонажа, никто не сумеет чудным образом его спасти, чтобы сценаристы не исписывали лишние листы, придумывая сюжет без его участия. Здесь все честно, что вызывает однозначную радость, в отличие от геймплея. Я уверен, что впечатление от него мне подпортил Division. Просто после того, как ты десятки часов перебегаешь от укрытия к укрытию по нажатию одной кнопки, оказаться в шутере, где персонаж не прилипает к всем вертикальным поверхностям, очень некомфортно. Наверное, так себя чувствуют люди, которые хочут плавать, выкидывая из лодки посередине озера. Да, Алан, наверное, даже так. Поэтому сперва каждая перестрелка становилась для меня стрессом. А мог бы сейчас нам пляжи в потолке валяться? Но по ходу игры в главном герое просыпается все больше суперспособностей. И уже к третьей главе я легко расправлялся с самыми бронированными противниками, бегая вокруг них как какой-то флеш, захватывая их временные пузыри, оказываясь у них за спинами с такой скоростью, что они еще 30 секунд могли стрелять по укрытию, за которым меня уже нет. В этом и есть главное отличие способности Джека от, например, Макса Пейна. Ты не просто двигаешься медленнее для лучшего прицела, ты пропадаешь для врагов, чтобы использовать элемент внезапности, быть там, где они и не могли тебя представить, и развалить всю их тактику к чертям. Но, стоило мне только войти во вкус, как игра обрушила на меня противников, манипулирующих временем не менее искусно. Потом еще и еще. Благо, со временем главный герой становится сильнее, прокачивая свои способности. Вот только и враги становятся еще сильнее. И, честно признаться, мое мнение о игре как о шутере растет с каждой головой. Не знаю, как долго продлиться этот процесс, но имейте в виду, что по первой главе легко сделать неправильные выводы. Но что это я про сценарий, геймплей? Ведь эксклюзивы нужны только, чтобы подлить масло в очередной бессмысленный консольный холивар. И если вы по юности лет принимаете в них участие, и, например, топите за Sony, то знайте, что у вас одним аргументом больше. Чего? В Quantum Break невооруженным взглядом виден upscale. Да, это не 1080p, разрешение очевидно меньше. Подтянуто и сдобрено отменной порцией характерного зерна для сохранения резкости, что сильно смутило меня, когда я только начал играть. Пока главный герой пытался понять, как же все-таки сломалось время, я пытался понять, кто виноват и что делать. Сначала я думал, что Майкрософту и правда нужно прокачать Xbox One. Потом, что Remedy просто не умеют в графон. Но понимание пришло позже, когда я увидел первое большое зависание времени. Ребята правда потратили кучу ресурсов консоли на визуальные эффекты, цветокоррекцию, летающие модели, цветные следы, и это буйство красок. В итоге, в один момент картинка выходит сочной, приятной, порой даже захватывающей дух. В другой момент в глаза бросается излишнее размытие, upscale, шумы и прочие недоработки. Конечно, мне довелось играть в дорелизную версию, и я очень хочу посмотреть, как на дело повлияет патч. И особенно оценить ПК-версию. Вот только боюсь, что ее системные требования меня остановят. Но, знаете, ругая Quantum Break за проблемы графики, широковатости геймплея, я чувствую себя некомфортно и стыдно. Как будто я ругаю бойцовский клуб Паланика за то, что он напечатан в мягком переплете, и издатель выбрал неудачный шрифт. Ведь суть от этого не меняется. У Remedy есть стремление показать нам крутую историю, а графика и геймплей — это лишь способ ее донести. И я очень надеюсь, что у них это получится. Нет! Ты не пройдешь.